Пробуем кормить. Ну, попробуй с пинцета или кинуть. Он же только шевелящийся. Чтоб они шевелились и было... Кинь, попробуй. Да, он не хамелеон, у которого глаза на 350. По-моему, запереживал. Червяк спрятался. Так, Настя, червяка кидай сюда, чтобы он в угол коробки полз, чтобы он... А он в угол тоже может ползать. Ну, тогда как-то не знаю. Все, ты, Варентенок! На. Это еда. Кушай. Ля-ля-ля-ля. Мне сейчас казанок тет обонет. Он, по-моему, в стрессе пока не хочет очень сильно кушать. У нас от твоих будет сигарительная травма. У меня от его резкости, у него от моего крика. О, начинает открывать. Ты меня за маму воспринимаешь, я тоже черная, да? Да, черная ворона. Но нет, я не негр. Блин, упал, да? Упал к нему под попу, он, по-моему, хочет есть, да? Пытается есть или что? Вот глянь, рот открывает. Будешь еду кушать? Или ты сейчас клюнешь меня в телефон? Как ты меня пугаешь, ты что, подходишь к телефону? Что, свет светится, да? Тебя освещает? Может, ты покушаешь? Он какой-то агрессивный. Ну, я перейду сейчас в другую сторону. А может, он вот так вот поставить? Может, он, и может, санку можно накрынять? Ну, наверное, они шарехов едят. А ну-ка, убери себя, значит, что санки сильно кто-то будет. А у нас свет идет. Посмотри, что тут. Только не пережиняйся, умоляю. Ладно, давай я свет выключу. Что же у тебя приключилось с крылышком? А что не с крылышком? Ну, непонятно, что он не летает. То ли еще сильно маленький, то ли крылышко что-то полетит. Я могу пытаться написать, что у Акиса с вами будет троптисом заниматься. У него еще много тысяч, что он не может пытаться. Он, типа, вороблок вот таких вот, с таких вот размеров ворочивает. А, ну они же вообще черные должны быть. То у него даже перья еще не поменялись-то, да? Ну, если это сорока, то они серо-черные. Ну, для сороки это слишком уже. Сорока полузрослая такая. Да. То есть это ворон? Ну, по идее, да, тогда похоже. Ну, и серые сороки же белые. То есть по-любому не поменялись еще перья. Нет, вороны и ворон разница же есть. Ну, все равно они же не белые. Они все черные. Но они серо-черные. Нет, вороны серо-черные. Да. Ну, короче, непонятно. Это мне папа объяснил. Ну, папа сказал, что это ворончон. Который ворон или который ворон? Ты что, опять пойдешь меня клевать? Так, сейчас папа там клеточку намывает. У тебя клюв такой мощный. Мне, если честно, стремно, что ты долбанешь клювом таким. Хоть по руке, хоть... Чудо такое. Повезем тебя завтра на просторы. Может, ты там полетаешь. Ну, а сколько привезем? Ну, папа не хочет, но я ему говорю, что если он полетит, то ему за городом будет проще выжить, чем в городе. Ну, если он не полетит, то привезем обратно. Только смотришь, что на него там никакой зверей напал. Не, ну, понятное дело, что... Он перевернул твоих червяков, Настя. Сейчас надо будет забирать и собирать своих червяков. Класс. Ну, что, он есть? Нет, он перевернулся. Ну, рот открывал на нас. А сейчас он перевернул, пытался взлететь, но ничего не получилось. Пролемя помахал, и он. Папа, папа. Ну, ничего, ну, взлетит, тогда выпустим. А что, ну, ты лезь, я трумирую туда, мне прислался. Дмитрий умер. Ну, червяки все твои сейчас расползутся по домам. Да. Я размножаться не что-то могла. Настя. Не, я не знаю, что-то надо размножаться. Тьфу, ну, Настя. Я не хочу, у меня по дому ползали червяки. Ну, что я могу сделать? Надо баллинуть. Иди, одевайся, и сейчас как папа это... Ну, папа сейчас его заберет. Я не могу одеваться, не вам надо одеваться. Ну, оденься в своей комнате. Там зеркала нет ничего. Ну, потом придешь, посмотришь, что зеркало. А сейчас папа его пересадит и пособираешь червяку. Хорошо. Он еще что-то пособирает, есть ребенок покормить. А что, если хамелеона посадить к нему сюда? Нет! Да нет! Да нет, я сама не посажу, ты шо, он в клювом как-то забанет. Ага. Хамелеона можно с Камилой посадить и понаблюдать, что они будут делать друг на друг. Хамелеону нельзя стрессы такие звуковые. Так Камила может испугается и будет троситься. Она будет в лоб хоть и нападать, мне кажется. Я вижу, что это изгул, что я не видал. Значит, нам еще нужен хомяк, чтобы Камилу с хомяком познакомить. Чтобы Камила его тоже сожрала. Как она его сожрет? В зубы возьмет и все. Камила шо там в зубы брала, ты видела в своей жизни? Да. За 6 лет ее шо она брала, кроме корма? Игрушки всякие, я хрень на игрушку похожа. Какие игрушки? Мячики-то, сайты, зубочки. По-моему, я очень радостно одета не раз в целом. А ты шо, в этой кофте идешь? Да. Ты шо, сдурела эта домашняя? Вот эта? Настя, ты же хочешь сказать, что это кофта для последнего звонка? Найди мне другую. Где моя белая? Не знаю, это стирки. Чем тебе эта рубашка не нравится? Потому что она мятая, как из попы, и черная. Логично, я в черную сразу не пойду. Ты будешь оплакивать школу? Я буду защищаться от солнца в тени. Настя, вот как раз черная и привлекается, она белая. Я знаю, потому что... Поэтому нет. Белая меня в тени поставили. Бесполезная. Сама бесполезная? Я имела в виду, что бесполезно с тобой вообще о чем-либо говорить. Настя, рубашка как из жопы. Ну, сейчас погладим. Меня смущает окончание в этом слове. Ну, папу погладить его, правда? Настя, переодень рубашку. Вот, видишь? А он серый, значит, он на вон, да? Да. Нет, это товар, он серый на вон. Может быть, и мальчик, и девочка. Сейчас я воню в какую-то тряпку. В эту руку. Ну, пересади пока в маленькую, чтобы Настя собирала. А то у нее уже звонок через 5 минут прозвенит. Она до сих пор червей не собрала. Я еще мастер смотрю.